Привет-привет! С вами Затя Гнон, мой канал. Снова влог, снова я, Лена Босс. Тут больше пока никого другого не появляется. Так что, сегодня понедельник, у нас 26 июля. Я начинаю новый влог. Ну, скорее всего, обычно в моей голове, что влог длится неделю. Сейчас только с утра я сидела, загружала новый влог. Ну, за прошлую неделю уже опубликовала. Есть он на канале. Он там, кстати, с розыгрышем. Ну, там по 3 августа. И, скорее всего, к концу этого влога я уже проведу этот розыгрыш, да? Розыгрыш бумаги от мистера Пейнтера. Вот. Что еще? Еще на выходных. Ну, собственно, вчера вечером и сегодня утром я занималась скетчами. Здесь прикреплю один скетч-обложек, потому... обложки. А вообще сделала их 10. Получается, вот в осенней тематике у меня, по-моему, 4. Нет, 3 в осенней тематике. Дальше такой семейный зеленый тематики. Ну, я обычно беру клепарты и принты от Эхо Парк и Карта Белла. Собственно, их коллекцию целую. Вот у них бумага. Там у них на сайте выложены отсканированные же наклейки. И чип-борд. Я это все редактирую. И из этого складываю композиции на обложках. Вот. Соответственно, вот у них там семейная коллекция была зеленоватая. Если я не забуду или не поленюсь, я прикреплю здесь фото самой коллекции. И третья. Это было 4 скетча с семейным. И еще 3 скетча по мужской коллекции. Вот такой. Если, опять же, я не поленюсь прикрепить ее здесь. Тоже сделала 3 скетча. Получается, 10 скетч-обложек я сделала в этом месяце. Закрыла как бы июль. И напомню, что каждый месяц в группе со скетчем я... Обычно это были у меня скетчи одного альбома какого-то, развороты, да. То есть открывашки в разные стороны, как все композиция располагается именно из фотографий. Вот. А в этом месяце я решила заострить внимание на обложках, потому что их там не так много было. Сейчас вот вместе с этими, что я сделала, 23 обложки там. Вот. И потому что уже очень много накопилось скетч-альбомов, я уже не знаю, какого формата делать. И что? Пока как-то не было вдохновения особенно, да. Что-то сильно сложное делать. Но это... Да, я могу начертить там вот это вот все. Но по факту это будет неудобный альбом. Все-таки тут надо тоже уравновешивать и интерес, чтобы интересно раскрывались подложки, открывашки. И в то же время, чтобы это было все удобно и просматривать альбом. Вот. Поэтому немножко заступилась. Я сейчас решила вот альбошки понаделать, вот. Сделала и очень рада. Прям пошло у меня вдохновение и вчера, и сегодня. Я довольна. Обложки в основном у меня все в американском стиле. Потому что как бы шебет, цветочный винтаж. Это все мы выходим за счет кружева, за счет цветочков, многослой. Да, там композиции как таковой, ничего такого особенного. Ну, по крайней мере, я же по своим работам делаю, по своему уровню, вот для меня, да. По своему опыту. Есть, конечно, там какие-то мастера великие, у которых очень крутые обложки. Там тоже можно было скетчи рисовать. Но я же не буду с их работ скетчи рисовать, да. Я стараюсь в своих либо работ, либо со своих, как я представляю, как я бы сделала. Вот, опять же, какие-то работы в микс-миди, я, во-первых, в этом стиле не работаю. Во-вторых, там в основном за счет красок и тоже многослой вылазит, да, текстур различных. Поэтому тоже как бы скетчи, что там рисовать. А у меня именно скетч обложек именно в американском стиле. Это в тот случай, когда у нас либо мужские работы, вообще даже в винтажном стиле, в принципе, они могут подойти. Это обложки любые. Не только те, которые я в мужском сделала. Любые обложки могут подойти. Потому что там в основном у меня какие-то формы, расположение элементов идет. Какие-то основные элементы, движение какое-то. Не знаю. Вот. Разные. Вот. И детские, конечно, наборы. Мульчаковые особенно. Если вам вот прям... Девочка-то что, вы сели, расположили это название. Куча цветов, как, собственно, и я делаю, да. Куча цветов, красота и кружево, и все замечательно. А вот мальчикам ты за это и за это не вылезешь за счет кружево и цветов. И тут начинаешь думать, а что же сделать на обложке? Я, конечно, не говорю про те обложки, которые у нас с термотрансфером, либо с тиснением. По замшу это отдельный вид скрапа. Но если вам нужны именно обложки, которые чисто скраповые, чисто те, которые вот мы с декором создаем, или вот как раз из американских наборов, то мои скетчи вам пригодятся, мне кажется. Все, закрыли тему скетчей. Вот, в общем, этим я сегодня с утра занималась. Время уже сейчас 12, пол первого. И я сейчас сажусь за работу для ДК. Все, начинается у меня режим в попу ужаленная, потому что очень много я не успеваю. А в воскресенье уже 1 августа. И, кстати, 1 августа я иду первый раз на живой мастер-класс. Я ни разу в жизни не была на живом МК. Так волнуюсь. Иду я к Свете Саночкиной. Будем мы делать, по-моему, там блокнот. Ну, там в основном это микс-медийная обложка. Не то, чтобы я, надеюсь, я не заражусь этим микс-медиа и не начну скупать кучу красок и спреев после этого мастер-класса. Я иду просто посмотреть на атмосферу живого мастер-класса. Ну, и поработать, конечно, немножко в этой технике. Но так, чтобы знать, что там. Но особо не делать. Потому что я тогда чокнусь, куда это всё расставлять и где на это брать финансы. Всё это скупать, да? Поэтому нет. Надеюсь, что меня так не проймёт. Может быть, даже вам там что-нибудь снимаю, если Света разрешит. И выложу какой-то небольшой отчёт по этому живому мастер-классу. Пишите, если вам интересно. Хотя вы когда-нибудь напишите, уже в локрою выйдет. И там будет, наверное, кусочек. Пишите, вот были ли вы на живых МК и понравились ли вам они. Вот. Ну всё, сажусь сейчас за работу. Надо кучу всего делать до 1 августа. Посмотрим, что я успею. Так, часть для влога. Сейчас 12 часов дня. Вторник. Я доделала альбомчик зимний. Оформленный. Вот там вот. Его чуть-чуть видно. Кстати, ещё дотсы. Вот тут сейчас у меня высохли. Ещё один разворот надо дотсы сделать. Эти жидкие я ставлю. От Нуво. Вот такие вот. Вот. У меня есть прозрачные. У меня есть белые. И у меня есть вот как раз розовые. Они бы подошли сюда. Ну и так много розового цвета. И я использовала здесь розовый топпинг. А у меня был один розовый топпинг. Пыльца. От. Как он? My Hobby Point. Вот. Мне тоже понравился. Хоть она, конечно, ярковатая. Но всё равно с топпингом как-то намного интереснее. То ли мне интересно, потому что я ещё не наигралась с топпингами. И меня это всегда прикалывает. То ли действительно так интереснее добавляет. То есть помимо того, что у нас какие-то есть объёмные элементы, плоские. То это какая-то ещё мелкая такая фракция. Она добавляет глаз. И глазу есть за что зацепиться. Что-то другое. Вот. Не знаю. Неоднозначные впечатления. Я не очень довольна альбомом. Но в том плане, что... Или как сказать... Ну, я сделала всё, что могла. На весь мой уровень способностей. И той задачи, которая у меня стояла... Ну, опять же, сильно перегружает декором. Всё-таки работать для дизайн-команды. Это для дизайн-команды альбом. Ну, по крайней мере, как я понимаю, как я делаю. Это надо делать с точки зрения, чтобы продать этот продукт. То есть мы вдохновляем покупателей своими работами на то, чтобы продать этот продукт. Поэтому на первом месте должны быть продукты именно пятницы-тринадцать. Остальные я стараюсь по минимуму использовать. По минимуму вырубки. Да и всё, кружево я здесь не использовала. Цветочки объёмные я здесь тоже не использовала. Вот. То есть всё только пятница. Поэтому вот из того, что было... Хотя у пятницы так много всего. Нормально. Нормальный альбом получился. Просто, не знаю, такие впечатления. Может, потому что действительно, как мне девочки писали, сейчас не зимняя погода. И поэтому зимние работы не сделаются. Но у меня, в принципе, достаточно быстро он сложился. Доделала. Скорее всего, если хорошие фотографии получится, то это будет из разряда работы, что вот сразу мне не очень нравится. А потом через какое-то время я посмотрю на этот альбом, через там полгода-год, и думаю, блин, как я это сделала? Вот у меня было время вот это вот всё штамповать, делать эти фпоны. Скорее всего, это будет вот при условии, что у меня получатся нормальные фотографии. По идее, можно сегодня поделать фотки. Но у меня что-то вообще нет сегодня настроения на фотографии. И поскольку сейчас у меня ещё есть время до сдачи 5 дней, я, наверное, сейчас сделаю вторую сразу работу. Вторую работу поменьше какую-то сделаю. Либо блокнот я сейчас сделаю с оформленной обложкой, просто чистой. Либо какую-то скраб-страничку. Не знаю. Открытка-открытка уже у меня была в прошлом месяце. Вот что-то такое небольшое я сейчас сделаю. И потом завтра-послезавтра сразу всё вместе отфоткаю. И сразу всё вместе отправлю. Вот. Что касается работы для ДК. Вообще, этот влог, наверное, будет полностью со мной. И нечего мне вам особо показывать. Есть только вот распаковка посылочки сделать. Не знаю, делать её в отдельном видео или нет. Потому что сейчас вот работа для ДК. Её, соответственно, нельзя ни процесс показывать, ни результат. Дальше мне нужно делать будет... Скорее всего, я начну работу для Мускари, как приглашённого дизайнера. Опять же, мне нельзя её нигде показывать. И рассказывать. Ещё что-то мне нужно было делать. Ну, мастер-класс для скрабов, она ещё терпит время. Ну, и вот этот альбом. Не знаю, когда я его буду делать. Ну, надо делать когда-нибудь, да. Вот. И что ещё хотела? Хочу организовать всё-таки скраб-обмен, который был... О котором я говорила ещё в июне. Вот. Скорее всего, на днях. Я в Инстаграм об этом расскажу. И сделаю пост. Скраб-обмен. Но не просто скраб-обмен, а мини, мини-маленький скраб-обмен. Меня не оставляет эта идея. Мне кажется, раньше... Девочки... Лет 5-10. Я не знаю, просто я сейчас... Вот. С тем кругом скрабушек, с кем общаюсь. Я этого не вижу. Но, может быть, это где-то и есть. Я же не всеми общаюсь, да. Я не всё смотрю. Вот. Обменивались спичечными коробками. И мне кажется, это так мило. Не в том плане, что это спичечный коробок. Это мило. О том, что вот в эту маленькую коробочку можно сложить столько всего интересного. Какие-то уникальные брасики, маленькие пуговки, какая-то маленькая баночка с какой-то посыпушечкой. И вроде тебе придёт не так много материалов, чтобы забить твои полки, да. Что там коробочек. Но что-то интересное, разнообразный какой-то опыт. Опять же, тебе какой-то... Тебе какой-то вызов, что ты должна сама собрать, перебрать свои запасы, нам найти что-то маленькое, но интересное, чтобы порадовало человека и что-то миленькое, да, такое. Но мне кажется, это интереснее, причём просто сидеть и думать, какой же набор мне больше всего не нравится, который я отправлю, да. Вот. Поэтому, если вы желаете поучаствовать в таком обмене, он будет бесплатный по России. Иностранные девочки, правда, я не знаю, у вас одна-две... Одна-два-две человека, и все из разных стран, а мне придётся туго с вами искать вам компаньонов, что-то это продумывать. Не знаю. Если вас, конечно, будет очень много, человек 15 из других стран, то мы как-то отдельно. Но, опять же, с Россией это будет невыгодно. Всё-таки сейчас почта у нас придирается, и даже маленькую коробочку придётся отправлять, скорее всего, посылкой. Поэтому рассчитывайте на то, что почтовые услуги тоже за ваш счёт. То, что вам придёт, вы не платите услуги, но то, что вы отправляете, вы платите. То есть, вам придёт, вы за это ничего не заплатите, но вы даже не отправите кому-то, да. Я думаю, это всем понятно. Что? Вот пропишу правило, что можно положить. Ну и размер, наверное, я всё-таки возьму не прям спичечный коробок, потому что, во-первых, его будет сложно склеить. Реальный спичечный коробок сейчас красивый, фиг найдёшь, чтобы даже его заскрапить. Вот эти вот страшные, я не знаю, как заскрапить, хотя, может, в стиле гранж каком-то. Может, и можно. А склеить самостоятельно, такой маленький, ну, я вообще не коробка дел, не как-то картмейкинг, или как это называется, поэтому мне будет это очень сложно. Поэтому я размеры чуть больше пропишу. Скорее всего, 8 сантиметров, где-то сантиметров на 6, и сантиметров 2 в высоту. Плюс-минус там 1 сантиметр, и я дам вам волю, вы можете, но не больше, да? Ну, ещё нужно будет прислать мне фотографию как организатору, чтобы проконсультировать вас, что вы там положили. Не обязательно прям всё, хотя, ну, вы будете складывать, когда перед тем, когда в коробочку это всё. Сфоткали, мне прислали, неважно, какой там у вас фон, какое освещение, в принципе, по фото будет понятно, что там, я скажу, да, да, чтобы не было такого, что там какой-то мусор положили, да? Хотя я тоже это не скучаю. Есть хитрюши, да, которые могут сфоткать одно положить другое, это никак, наверное, не освежать. Но я уже обмены организовывала 2 раза, по-моему, точно, и у нас всё в порядке. Да, были инциденты, когда просто, ну, я, наверное, посчитала, что это материалы, в принципе, допустимые, а по факту пришло похуже. Вот, но эти же материалы пришли, что и были на фотке, но в реальности они казались хуже, что ли, или так сфотканно было, ну, не знаю. Вот, поэтому имейте в виду, если вы будете всё-таки участвовать в таком мнении, настраивайтесь всё-таки на дарение. То есть, кайф получить от того, чтобы собрать посылку, отправить и ждать эмоции, а нужно будет обязательно в результате выложить какие-то свои эмоции, что ты получил, да, и какое-то своё мнение, чтобы человек, который тебя отправил, он получил какой-то от тебя отклик. Вот. А не то, что вам там придут какие-то сокровища, не знаю, богатства в этой коробочке маленькие. По мне, вот, мне всегда приятнее дарить подарки, даже нежели чем их получать. Поэтому этот обмен вот для таких людей, кто будет кайфовать от того, чтобы найти какие-то маленькие штучки, чтобы заполнить. В общем, если вам интересно, я, скорее всего, уже к тому моменту какой-то этот влог оставлю, будет пост в Инстаграме. Оставлю ссылку на него в описании к ролику. Есть эта ссылка на пост. Скорее всего, будет обмен в Инстаграм проходить. Вот. Там я буду записывать участников. Вот. Раздавать. Сама буду вам вас миксовать и вам раздавать адресочки. Вот. Короче, заморочилась. Я, ну, раз совместным проектом у меня пока не выгорело, нет у меня пока желания заниматься совместником и нет возможности. Всё-таки ещё много дел. Вот. Поэтому хоть обмена организую пока. Надо как-то врываться в какую-то деятельность с людьми, да? Мне. Такие дела. Сейчас займусь, значит, я, скорее всего, планирую работу для Мускари. Во-первых, сейчас посмотрю мой планер. Что у меня там вообще, какие дела есть. Может быть... А, я хотела вторую работу для ДК сделать. Точно. Надо уже закрыть это на этом месяце. И дальше уже буду для Мускари делать. Ну, ещё домашние дела. Надо сегодня сходить куда-нибудь погулять. Я что-то всегда вчера никуда не выходила. Дела так особо не было. Сегодня, может, на почту пойду. Я вчера провела розыгрыш. Я, по-моему, говорила, да? Ножнички выиграла девочкам. Если не говорила, я вырежу этот кусочек. Если говорила. В группе со скетчами проводила розыгрыш среди тех, кто у меня репостил. Ну, точнее, покладывал работу и упоминал меня, что делали по моим скетчам. Я разыграла ножнички Тим Хольца. Вот. Тоня выиграла. Её поздравляю. И вот ей надо тоже упаковать. Может, прогуляюсь до почты, с большим воздухом. Хорошо, когда у меня сейчас куча времени, да? Но, с другой стороны, я сижу дома. Мне никуда не надо ходить. И, по сути, мне это по кайфу, но там, в принципе, погода хорошая. И надо бы гулять, пока погода хорошая. Вот. Так что ещё куда-нибудь схожу. Сегодня на почту. Может быть, по магазинчикам. Что-то такое. А показывать вам, по сути, больше нечет. Наверное, всё-таки эту большую посылку распакую здесь во влоге. Отдельный видос. Там, наверное, не сильно много снимать. Вот. Тогда какой у меня будет видос между этого? Не знаю. Может быть, снять обзор рабочего места. Мы его захлопнули. Но надо его туда прибрать, хотя бы более-менее. Вот. И вам рассказать. Я бы, на самом деле, в прямом эфире бы это всё рассказала. Но с нового телефона. У меня сейчас на нём нет Google сервисов. И, как бы, здесь у меня корявый YouTube стоит, с которого я не могу ничего выкладывать, как владелец YouTube канала. Я не могу, соответственно, выйти в прямой эфир. Вот. На Instagram могу, а на YouTube нет. Вот. Такие дела. Много наговорила вам. Тут на 10 минут. Раз я уже заикнулась про эту посылку, давайте посмотрим. Напомню, на прошлом влоге я рассказывала. Девушка, зовут её Екатерина. Я так поняла, что она тоже скрапер, занимается скрабомбингом. Ну, что-то в последнее время её уже не особо вдохновляет. То ли проект, ей уже как-то не подуши. Но, в общем, не важно. Она собрала материалы, хотела сама делать альбом для подруги, но вот решила заказать у меня. И, соответственно, на вот первый у меня такой опыт, она мне сама прислала материалы для этого проекта. И уже фотографии там есть. Ну, и тут немножко подарочков. Она мне собирала, что-то писала ещё на день рождения. Как раз она тогда под Новый год, где-то в феврале... Нет, не под Новый год, а после Нового года не обращалась. Ну, посылку только сейчас собралась отправить. Вот. Собирала подарочки. И я уже немножко посмотрела здесь. Ну, не особо подробно. Здесь вот такие вот чудесные свечи. Я не знаю, где Катя их взяла, но это прям моя любовь. У меня есть две штучки такие. Я их берегу. Но у меня они тоненькие, маленькие, а здесь такие набитые. Очень красивые. Смотрите. Ну, и раз теперь у меня... О, как же они вкусно пахнут. Слушайте, мои не пахнут. Чем пахнут, я не скажу. Вот как раз чем-то похожим на мед, мне кажется. Ну, и корица, соответственно. Палочки здесь. Такой вкусный запах. Интересный. Вот. Очень-очень набитые. Вот две такие круглые, большие. И две потоньше. Ну, и теперь я, наверное, свои пожгу. Попробую первый раз пожечь с такого плана свечи. А не обычные, да? Которые просто залит воск. И все. Спасибо, Катя, большое. Очень круто. Но фотографии будут использоваться. Особенно круто. Мне кажется, вот эти вот будут сами стоять. А то у меня там маленькие были, они только лежать могут, соответственно. Так, дальше здесь это упаковка. Это тоже упаковка, упаковка. И что? Здесь шоколадочки вот такие. С соленой карамелью. И просто темный шоколад. Можно быть, для выпечки использовать. Ну, и вот фото, да? Я вообще спросила, сказала, что я буду в альбом показывать без фотографий. Ну, тут уже первое фото лежало, да? Я уже просмотрела фото. Здесь их больше 60 штук. Часть есть вот с вот такой фотосессии, типа хиппи, наверное, да? Это как-то называется. Напишите, если я ошибаюсь. А часть просто какие-то с путешествий, домашние. И вот я еще хочу уточнить. Можно сделать альбом так, что на верхних снимках везде будут только вот такие вот красивые с фотосессии, а внизу в раскрывашках будут вот обычные фотографии. А можно сделать так, что просто один разворот только с фотосессии, а другие уже там по тематикам, да? Вот надо еще это мне уточнить, как распределить. И снимков... Ну да, снимков достаточно много. Дальше. Дальше что здесь? Люберсы. Не знаю, ну, наверное, к этому проекту, да? Потому что они в тон подходят. Но их много у меня еще по-любому останутся. То, что было отобрано для этой работы, может пригодиться или не в этой проекте, так в других. Вот. Так, что здесь было отобрано? Здесь уголочки на прозрачной основе. Я такими тоже пользуюсь. Здесь у меня идут как раз карточки. Но видите, тут карточки из такой розовой коллекции. Я, наверное, не смогу их увязать с Midnight Garden. Это от Примы коллекции. Собственно, чипбордик вот как раз ее, Примовский, да? Тут две палетки чипа. Вот такого. А вот это вот из какой-то, по-моему, от Lemon Craft что ли, коллекции была, да? Что-то такое. А может быть, это и фабрика. Я, честно говоря, не узнаю. Но вот это не знаю. Пойдет, нет. Может быть, куда-то внутрь. Потому что по цвету прям совсем не ваяшится. Хоть и тематика одна. Ну, хотя, мне кажется, Midnight Garden не совсем хиппи, да? Она такая просто... Она под цветом, наверное, к фоткам хорошо подходит. Так, здесь вот тоже элементы. Вот это вот буду использовать. Шитье темное. Оно не блестит. А вот это вот, мне кажется, даже в плане хиппи, то есть это не совсем то, что нужно. Потому что хиппи для меня это что-то натуральное. Природные материалы. Вот это вот рогожка, мешковина. Это все не блестит. А это прям искусственный блеск. То же самое. Ну, а вдруг? Ну, а вдруг? Ну, а вдруг, да? Ну, если только как шебеленточки их как-то замахрить, не знаю. Ну, упаковку можно будет пустить альбома. Так, здесь чипик. Что-то я даже из коробки не вынула. Так вам показываю. Ну, так мне удобнее. Чипик какой? Давайте посмотрим. Вот чипик, да. Вот такой вот с ловцом снов. Просто перышки. Кстати, очень плотный чип. Не написано, кстати, никаких обозначенных знаков чей. Вот, но плотненький. Вот такой с ловцом. Оленем, да, олень. Это, наверное, какой-то волк. Как это? Наверное, вот так. Ну, не знаю, полумесяц какой-то. И еще крылышки. Мне, кстати, мне кажется, на хиппи-тему тоже к пару есть чип-бордов. Надо бы перебрать. А то они такие узкие лежат. Вот хотя бы куда-нибудь потратить. Так, это вот все, что в маленьком пакетике лежало. У меня здесь. Дальше вот такая вот вещь интересная с записочкой. Там какой-то... Не знаю, надо спросить. Опять же, это использовать прямо куда-то в декорную обложку. Хотя бутылка такая достаточно большая. Либо это можно вынуть как-то. Не знаю. Ну, прикольная штучка. Дальше ткани. Ткани. А, вот тут кружево. Кружево очень красивое. Вот как раз по тему хиппи. Да, вот именно крафтового такого цвета. Вот, видите, идеальный. Идеальный цвет крафт. Красивое. Так, что написано. Бабушкин нафталин. Вот, вот. Очень красиво. А то, особенно то, что это бабушкин. Я не знаю, можно ли будет это порвать и как-то использовать в слоях, да. Либо это... Хотя, мне кажется, вот девушка уже его рвала. Да, вот видите, кусочек вот оторван. Либо использовать прямо целиком на обложку. Но буду использовать. Это прямо очень круто. Потому что такая вещь с историей. И даже человек, если не знает, что это какая-то вещь с историей, от нее прямо исходит. Это какое-то ощущение, что это вот такая вот раритетная вещь. Так, это убираю. Дальше. Новый год. Не за горами. Кстати, по цвету сейчас посмотрю. Подойдет к коллекциям от пятницы-то и нет. Мне кажется, я в этом году новогоднее буду только скрапить из пятницы. Так, ну, как-то винтажненько немножко. Тут, мне кажется, подойдет какая-то вот... У меня есть маленький наборчик, кстати. От скрапмир с ангелочками. Такая винтажная коллекция. Мне кажется, она там тоже немножко с розовым. И в основном голубой. Такой вот именно припыленный, винтажный. Вот, наверное, туда пойдет вот такой отрезик. Спасибо большое. Это не по-ту. А вот это вот, наверное, уже идет к набору. Но, опять же, для меня спорная ткань. Для меня она дешевата выглядит, чем коллекция. Все-таки коллекция, она дорогая. Такая прям ух, с вызовом. Ну, не то, что прям с вызовом, а с... Как назвать-то? Я вспомню слово с претензией. С претензией на вот какой-то шик, да? Именно богатство. Какое-то вот такое вот темное кружево, что-то такое. Вот бордовый цвет. Это у нас все символы вот этого, вот этого что-то богатого, такого глубокого, да? Хотя, хотя вот обложка, да, а сам наборчик все-таки темноватый. Ну, сейчас посмотрим. Вот, а ткань не очень нравится. Не знаю, я спрошу, можно ли, обязательно ли ее использовать. Потому что... Я вот обратную сторону бы использовала. Она как-то не так активнее. Все-таки тут цвета не совсем перекликают. Ну, как по мне, с коллекцией. Но плюс в том, что это прям мешковина. Мешковина, это круто. Редко где найдешь. Дальше вот, собственно, сам наборчик. Так, не помню. Тестила ли вы эту производителя? Так, а что за... А, цветы. Ну, это Dreamlight Studio. Похож на них. Чип от них я еще не брала. Ну, он такой плотненький, да. Миллиметра два. И немножко с резкой такой коричневый. Прикольненький. Тоже, кстати, пойдет в нашу работу. А Dreamlight я только набор бумаги покупала. Декора от них никакой не брала. Честно говоря, я даже не знала, что у них есть декор. Так, и тут, видимо, мне подарочки. Еще какие-то небольшие наборчики. Сейчас я их уберу. Ага. Так, это просто... Так, посмотрим сначала Midnight Garden, да. У меня есть третья часть набора. Большого 30х30. Сейчас найду, покажу. Вот, я нашла запас в моей коллекции. Оказывается, нет. У меня тут наборчик А4. У меня еще есть, видишь, цветочки, высечки какие-то небольшие. И один лесочек 30х30. Вот. Именно можно перышки вот эти вот вырезать, потому что наборчик А4 это без фольгирования. Я помню, мне кажется, у меня еще был маленький наборчик, но я то ли его подарила кому-то, то ли я что-то из него сделала. Вот, не помню. Вот. Короче, это я тоже все буду использовать сюда. Не знаю про бумагу, ее, в принципе, так много. А вот цветочки и декор буду использовать. Что? По самой обложке, да, контраст. Тут немножко как-то поярче, по насыщенней, да. Тут немножко насыщенность как будто снята, но тем не менее круто. Круто выглядит бумажка. Не знаю, удаст ли мне этот проект или нет. Тема хиппи не моя. Я, если и делала что-то, то это приближенно сделала там ловец снов и все. Вот. Но попробую. Тут еще там много тревел-фотографий. Надо еще как-то с тревел-тематикой это все совместить, да. Но бумага красивая и интересно поработать с примой. Вот. Вот такие. А хотя, видите, есть голубой. Я про те карточки, да. Может быть, и подойдут. Я вот чуть не помню, что здесь такой голубой цвет был. Красивые вот эти вот билетики разные. Вот этот принт, наверное, самый знаменитый из этого набора. По нему все узнают этот наборчик. Все. Закончился. Здесь целый набор А4. Соответственно, в этом размере будет у нас альбом. Да. Надо посчитать, насколько разворот еще сесть. Так. Здесь не подарок. У меня вот этот наборчик есть. Я его покупала себе. Красивый, прикольный. Но пока у меня нет задачи его истратить. Нет такого сильно большого вдохновения к нему. Как-то стандартно круто, интересно. Вот. А так, чтобы прямо сейчас же хочу поработать. Пока нет, наверное. Я еще не соскучилась по анатомии. Вот. И что заказа тоже на него нет. Вот. Ну, спасибо за дополнительные листочки. Самые любимые черепа и дверки. Вот про дверки я не скажу. Серьезно. Я где-то любила особо двери. Нет, не нравятся двери. Я не спорю. Но то, что я прям сильно их люблю. Я так не помню. Может быть, меня Катя спутала с кем-то. Так. Что это за набор? Ностальгия. Рукоделие. Рукоделие вообще не люблю. 180 грамм. Ой, тут еще какая-то странная упаковка. Так. Где-где принты-то? Ой, напоминает мне AB Studio, да? AB Studio плотнее. А вот принт, мне кажется, прям у них такой же есть. Припыленный. Вот такой с ключиками. Вот такой вот. Ой, ну сильно пиксельный, конечно. Ну, рукоделие. Вот. Такие ключики тоже прикольные. Все. Немножко тоже как будто насыщенность убрали. И такой припыленный проект может получиться. Вот дверки с кирпичной стеной. Вот такая красота. А врезалке, смотрите, какие четкие. Ну, в принципе, будут вписываться, да? Так. Круто, что надписи здесь на русском. И вот такой еще принт. Вот сюда же он. Не знаю, не сюда. Что, не знаю. Не знаю, будет ли у меня проект с этой бумагой или нет. Не буду врать, да? Не скажу, что совсем моя бумага. Ну, иногда вот так лежит у меня набор. И к нему заказ придет. И я его и страчу, да? Так что пусть пока лежит. Может быть, или какое-то задание будет четко подать набор. Спасибо. В любом случае. Интересно. Полного набора рукоделия. Мне кажется, у меня еще не было. Только вот листочки. Что? Я сейчас сяду. Раскидаю фотографии по разворотам, по размеру бумаги. Пропишу, какой у меня может получиться альбом. И, собственно, напишу девушке. Утвердим с ней размер альбома. Ну, и потом будут скетчи. Все, как всегда. Работа. Потихонечку буду работать над этим проектом. Вот. Интересно. Здорово, что у меня уже декора много к нему. Ну, вот листочки есть. Есть цветочки. Осталось там вырубку подрубить. Чуборд, опять же, есть. В принципе, его даже, наверное, в чистом виде можно использовать в таком стиле. Вот. Все по-доброму практически, да? Вот. Будет, наверное, побыстрее. Хотя, не знаю. Посмотрим. Я сейчас сняла в сторис этот кусочек. И вам во влог тоже сниму, кто не смотрит сторис. В общем, я сейчас пошла собирать подарок. Отправлять, да, по розыгрышу. Полезла в свой ящик с подарками. И смотрите, что нашла. Подушечку Oxide. Замечательного розового цвета. Которая идеально подходит к той коллекции новогодней, с которой я работала. Сейчас делала пятница 13 альбом. А всю прошлую неделю я занималась штампингом, потому что делала упор на штампы, на фоны именно свои. И мне так не хватало именно такого розового цвета. Вот кто бы знал, что в двух метрах от меня лежит новая подушка. Еще и Oxide, который прям насыщенный цвета, отличный. Который можно брать, сидеть и работать. Вот балдень просто. Я сейчас так на себя зла, что у меня такая плохая память. Что нужно было сразу эту подушку. Что у меня тут кливо? Брать себе. Потому что я помню, что я покупала две на подарки. Одну подарила, а вторую, видимо, там оставила. Я хотела себе забрать, но так и не забрала. Но, блин, она мне так облегчила жизнь. И просто несправедливость мира. Теперь нужно обязательно что-то сделать с этой подушкой и этой же коллекцией. Но я не хочу сейчас опять с ней работать. Две пара работы подряд из одной коллекции. Скучновато. Хочется другой наборчик взять в бумаге. Ух, прям мне бесит это. Она еще такая красивая. И запакованная, и новая. И я ее покупала. Почему я ее и не пользовалась? Так, сегодня среда, и дождь за окном. А почему? Потому что сегодня я намечала фотографии делать Леди Зайн команды, да? Так всегда, вот просто с утра, вот прям даже с самого раннего утра уже пасмурно, пасмурно. Но ничего страшного, сегодня только 28 число. Первое число только воскресенье. Поэтому у меня еще минимум три дня есть на фотографии. Я думаю, может быть, будет нормальная погода. Я подловлю. И я сегодня сделала... Уже, кстати, время так, три часа. Я сегодня сделала еще одну работу для дизайн команды. Это коробочка. На самом деле, с утра я занималась... Сначала я редактировала фотографии по альбому старенькому, который еще не публиковала в Инстаграм, который у меня мастер-класс был. Вот, потом я сидела, писала пост и продумывала условия по обмену, который я говорила в предыдущей части. Да, я запустила обмен сроки. Там до 10-го числа нужно сделать коробочку, подобрать наполнение, прислать мне фото коробочки и наполнение. А после с 10-го по 15-е, если я еще не говорила, то это отправить. Вот, размеры все-таки девочки меня уговорили побольше сделать. Это 10 на 10 и на 3 сантиметра. Вот, ну и, собственно, я это все пока прописала, пока посидела, пока что-то еще в магазин сходила. Думаю, ну что, надо делать коробочку. И думаю, ну заодно и будет убью двух зайцев. И сделаю коробочку, сделаю работу для ДК. Во-первых, у меня коробочки еще такой не было для дизайн команды. Во-вторых, это по идее там, ну, собственно, я уже сделала, только верхушку оформила и все. И можно как раз полностью бумагу применять, вот. Коробки я делать не люблю. Я их не умею, я их не понимаю, как обтягивать бумагой. Я посмотрела пару мастер-классов. Ну как, я на самом деле последние года, вот когда я уже начала сама что-то вот делать, а не только смотреть по мастер-классу и делать. Я перестала смотреть мастер-классы, и мне это так тошно, потому что много я знаю из того, что девушки рассказывают. Да, ну, собственно, как и я рассказываю, да. Вот. И, блин, ну мне так, я это так знаю. Я начинаю пролистывать, пролистывать, в результате то место, которое мне нужно было знать, там, как угол обтягивать у коробки, да. Я его могу пропустить, потому что я пропускаю. Ну, в общем, такое себе занятие. Как-то мне не идут, просмотр мастер-классов. Вот. Нашла. Все-таки как? Более-менее обтяну, у меня все получилось. Для чего я еще делаю с обтяжкой коробку? Потому что у меня вот будет сейчас альбом Тревел, к нему нужно будет тоже делать коробку. Я, конечно, там по минимуму взяла за стоимость этой коробки, ну, как по минимуму, я взяла 2000 за стоимость коробки, но альбом будет большой, и, соответственно, материалов там тоже будет много, и извозиться я буду с этим много. Ну, вот, такой эксперимент я провела. В принципе, коробка получилась. Вопрос в том, что она-то маленькая, 10 на 10, и тут надо что листить? Я даже лист 30 на 30 с ней тратила. А там надо будет посмотреть, что у меня будет по бумаге, какая может быть кискардстока это сделать, что-то такое. Посмотрю, в общем, как будет. И опять же вес, да, тут веса почти никакого нет, а там надо будет плотный картон и выдержит ли он. Ну, в принципе, я уже такую коробку делала, для того, чтобы любому 30 на 30 из плотного картона 2 мм, по-моему. И всё нормально было. Так что должно, наверное. Вот. Поэтому вот я себя успокоила, что я, в принципе, сделаю маленькую коробочку, значит, в принципе, большую я смогу сделать. Потренировалась, да, какие-то навыки себе сегодня сделала. Сделала, да, короче, она такая миленькая получилась. Я обложечку, мне так нравится, как она сверху получилась. Я делала и сладенькой коллекции от Пятницы. Слушайте, я называю её всё время сладенькой, но она ведь как-то называется, эта сладенькая коллекция. А, Sugar and Spice, да? Сахар и специи. Вот. Короче, сейчас 3 часа. И что, мне нужно начинать проект для Мускари. Скорее всего, я буду делать блокнот. Я сейчас сяду, вдохновлюсь. Там совершенно противоположная тема, которой я работала в этом месяце. У меня тут детский альбом был, и новогодний, и свой альбом был. И вот эту вот сладенькую. Я сейчас буду мужскую тему такую осваивать. Ну, как осваивать? Покорять. Сейчас этой новой коллекции будет собой от Мускари. У меня там очень много чипборда. Я сначала думала сделать оформленный альбом. Его можно сделать, но кому нужен? Потому что коллекция такая подростковая, мне кажется, андеграундная. И вот эти вот альбомы с раскрывашками, мне кажется, под этот стиль не очень подходит. И это как-то фундаментально. Сел, посмотрел, развернул, повспоминал. А такое что-то импульсивное фотографии, да, с каких-то прогулок, каких-то там граффити, какие-то страшные улицы, что-то такое просто, где люди просто гуляют, да, ходят. Точно так же у нас тоже полно таких фоток. Вот. Мне кажется, это надо что-то такое быстрое, чтобы вот на фотографии как-то вписалось. Не знаю, может быть, мое такое мироощущение. Вот. И я думаю, скорее всего, сделал блокнот или типа тревел, да, чтобы туда можно было фотки вклеить и в этот... записать что-то. Вот. Но показывать я это не смогу, пока Мускари не опубликует где-то у себя эту работу, если им еще понравится. Поэтому я вам только вот так на словах смогу рассказывать. Вот. Сейчас сяду, буду вдохновиться, продумывать. А с понедельника надо будет мне уже начать тревел-альбом. И вот альбом, который с хиппи... Я называю это хиппи. Может быть, это не хиппи. Как назвать? Который вот с ловцами снов. Ну, со всем этим. Напомните мне, как этот стиль называется. Я не помню. Вот. Буду с понедельника уже такие проекты делать. А вот до понедельника надо вот сделать Мускари. Еще что-то надо было. Много, короче, дел у меня. Жуть. Так, часть для влога. Сегодня четверг. Вчера прям я так продуктивно поработала. Особенно к вечеру. У меня что-то... Я, во-первых, распаковала по ссылочкам. Мне от Алсу пришли цветочки. И не только там вручной работы. Если вы не видели, я вообще планирую сегодня смонтировать, опубликовать это видео. Я оставлю на него ссылочку. Там же я и разыгрываю набор цветочков. От Алсу. А где они? У меня вот тут я все. Положила. Вот такие красивые цветочки. Один наборчик вот этот, собственно, такой большой. Поедет кому-нибудь. Там все подробности в ролике с обзором цветочков. Вот. И такое у меня вдохновение нахлынуло. Так захотелось работать. Я села сразу. Еще, кстати, не офоткала работу для дизайн-команды. Уже две сделала. Вчера тоже доделала коробочку. Не помню, говорила или нет. Вот. И... Нет. Фоткать. Что-то пасмурное. Пасмурное. Может быть, сегодня займусь фотографиями. А можно вот сейчас... Может быть, вот доделаю, если сейчас быстро работу. Следующую я начала. Это для мускари. Вообще, у нас был договоренность, что я приглашен на дизайнера. Просто должна работу сделать им, да. Но только ее не показывать нигде. Но я решила, опять же, совместить приятное с полезным. Как и с коробочкой, да. И работа для ДК. И на обмен коробкой, так и тут. И работа для мускари. И мастер-класс на канал. Потому что вот подобного плана я снимаю мастер-класс. Ну, точнее, снимаю. Я начала делать работу. Сейчас начну снимать. Я только подготовку все сделала. Сделала там странички. Обтянула, да. Вот такого плана, где полностью бумажные. Вот обложка, не знаю, будет бумажная или нет. А внутри странички полностью. Они из бумаги. Тут без твердой основы. Но, тем не менее, они очень-очень твердые. Вот, крепкие. И без особых инструментов. Тут ни машинка не нужна, ни что-то такое. Вот. Делаю такого плана МК. Но не знаю, когда публикую. Потому что это зависит от мускари. Деговор был такой, что я сделаю работу. И только после их публикации я где-то смогу ее выкладывать. Вот. Так что сейчас займусь этой работой. До первого, до понедельника, даже до второго. Я занимаюсь еще вот мускари работами. Еще мне надо начать альбомчик. Короче, мелкими такими работами. А уже с понедельника начну два заказа сразу. Альбомы. Не знаю, как буду вести два. Вот так у меня наложение произошло. Из-за того, что вот посылка с материалами от девушки пришла поздно. Не на июль, как мы договаривались. Получается почти к концу августа. Так, забыла вам показать. Недельки две уже мне пришла вот такая вот штука с Алиэкспресс. У нее были еще дополнительные ножи. Ну, в видео, как предполагалось, да. Что это вот эта вот шарнирная штука. И она вот типа двигается. И легко-легко можно разные высечки вырезать. Но я даже не надеялась, на самом деле, что это будет работать. Не, оно не работает. Вот. Во-первых, когда пришло, оно и так было очень-очень тупое. Там было три разных лезвия. Вот. И все они были тупые. Я вот даже два уже где-то потеряла. Ну, потому что я сейчас вам покажу и выкину, чтобы мы не тратили деньги, да. Я дала мужу. Он попытался поточить, как у него есть нож. Специальный лезвие. Камень-камень для обточки ножей, да. Вот такой у него есть хорошего качества. Но нет, оно не прорезает. Сейчас, в самом деле, может быть, это типа для тонкой бумаги. Вот у меня листочек обычный, офисный. Ну, оно рвет. Ну, типа, оно может и вертится что-то так. По идее, типа, было, что ты сидишь и высечки как-то прорезаешь. Ну, вот это вот он скоблит рвет. А это не дорезает. Что-то такое. Ну, короче, бесполезная штука. Стоила в районе 250 рублей на ветер. Но я так и думала. Я не надеялась особо. Ну, там видюшки такие. Прямо он так раз-раз-раз, и у него высечка вырезалась. Там именно что-то для скраба, скорее всего, что-то такое вырезать. Сидеть. Это все делали в какие-то оригами. Как-то это составляют картины из бумаги. Вот. Ну, бесполезный инструмент. Не покупайте. Вот. Ну, не знаю, может, не попалось. Ну, вряд ли, мне кажется. Потом, я, кстати, когда покупала, было мало в комментариях. Потом сейчас уже заглянула. Там уже полно комментариев. Все пишут, что ничего не режет. Ну, что? Все. Сейчас я буду заниматься вот этой работой. Показать мне вам особо нечего. Опять же, говорю, хочу сегодня выйти в прямой эфир. Потому что начался обмен. Ой, девочки. Меня так удивляют некоторые мои подписчицы. Я только вот... Вот только я опубликовала пост в течение часа. Мне уже начали присылать посылки. Прям на скорую руку собраны. Ну, нет. Это не то. Но я сегодня буду рассказывать по прямой эфир. Но это не то, что мы собираем. То, что у вас лишнее. Мы собрали быстро в кучу это и отправили кому-то. Нет, это должно быть как работа. Какая-то ты должен подойти с умом. Как к проекту ты подобрал. Не обязательно, я имею в виду, что материалы подобрать. Но ты должен с душой подобрать какие-то разные элементики. Не надо их много класть. А то там мешок бисера вот такой вот мне присылают фото. Ну, зачем вот так много бисера? Он и займет у тебя всю коробку. Ну, и зачем человеку? Он нужен бисер, он им купит. Вот тут вся суть в том, чтобы прислать что-то интересное, разное, по типу, да, прикольное, что-то интересное. Вот у меня есть вот такая вот здесь постоянная коробочка, или как она называется, чашечка, в которую я складываю какие-то интересные штучки, либо остатки от проектов, да. Ну вот, пожалуйста, тут уже у меня есть что собрать, да. Какие-то фишки. Даже вот две не надо, одну. Можно в одном стиле подбирать. Какие-то катушечки интересные, да. Вот ключик интересный. Какие-то фигурочки, вот. Маленькие цветочки, вот такие вот. Не надо их 30 штук класть. Или там подвесок мне присылали, куча разных подвесок. Ну, зачем они так много? Мы, чтобы разный проект должен быть. Пуговки, вот какие-то, да. Какие-то вот у меня есть лепные здесь штучки. Вот эта вот большая штука, вязаные элементики, да, несколько штучек, вот. И оно все маленькое, видите? Я тут такого могу разного положить. Вот какая-то вот такая бусина деревянная, интересная. Вот такая вот у меня есть баночка. Туда можно вот как раз насыпать немножко бисера в качестве топинга. Камей, ну, не знаю, что такое. Ну, вот типа, да, вот такая еще штучка к этой две. Вот к этой. Ну, нужно две-три положить, да. Вот эти вот штучки маленькие. Я на Алиэкспресс заказывала. Использую их иногда, когда мне нужно вот с точкой серединку заменить. И вот я в качестве серединки использую, да. Вот. Какие-то опять вот фигурочки маленькие. Ну, опять вот подвески мне кто-то присылал. Вот сердечки какие-то такие. Это я сейчас не в одном стиле, но типа, видите, разные уже, да, какие есть подвески. Вот брасики у меня есть, кстати, вот это целый. Вот тканевый, да, интересно, редко встретишь тканевый. А тут он мне там присылает блестящее кружево. Прям явно видно, что человек отправляет то, что ему не нужно. Вот таких, ну, я сразу критикую, говорю, нет. И там записалось, конечно, уже человек 70 на обмен. И чувствую, это, главное, будет боль надолго. Нет. Какие-то интересные. Я потому что вот прям жестко говорю, нет, это убирайте, это убирайте, это, это. Ну, потому что, наверное, не для новичков тогда этот обмен. И я буду смотреть, имейте в виду, если вот вы сейчас смотрите этот ролик, еще, наверное, обмен идет, ну, еще мы собираем посылки. Какую вы собрали, такую вам и пришлет. Я буду смотреть, что вы мне отправляли, и подобного плана вам отправлять. Не думайте, что вы там соберете мне кучу этих подвесок, ну, вот по типу вот таких, да, батон бисера, блестящее кружево, а вам придут там вот такие вот метаюшки от Тима Хольца, братцы от Memory Keepers, да. И, да, нет, такого не будет. Я буду, честно, смотреть, стараться. Конечно, я все не смогу это уследить и проверить сильно. Но буду стараться, чтобы эквивалентные по типу были посылочки, да, что примерно похожего плана и вам придет. Так что собирайте, девочки, от души, пожалуйста. Вот, чтобы было что-то интересное, чтобы человек открыл, сказал, какая прелесть, какой интересный братик, вот какая-то металлюшка, эти редки встретишь, какой-то маленький чипик можно собрать. Вырубку, да, конечно. Вот пуговки у меня такие из холодного фарфора. Вот какие-то есть акриловые, вот такие вот сердечки тут, да. Я, конечно, понимаю, что я зажравшийся мастер, у меня куча разных материалов, но я думаю, у всех можно посмотреть. Можно цветочки ручной работать. Вот, смотрите, какой брат большой, да. Ну, такой не часто встретишь. Тоже можно положить, только надо парный. Вот, парный найти, чтобы было два, да. Вот такого плана. Вот это что? Тоже брат какой-то квадратный, да. Тоже мне кто-то присылал. Тоже можно положить сюда. Вот, это я только вот эту штучку. Какие-то интересные можно вот эти вот скрепки. У меня, правда, не заинтересно только вот с этими, с лампочками. Ну, и вот капельки, да, не особо интересно. Но, тем не менее, можно собрать. Можно в определенном стиле собрать. Вот, пока, пока меня все посылки, которые присылали, это расстраивали. Одну я сегодня только утвердила. Она хорошая, но там прям два типа. Вырубка и фигурки. Они прикольные. И вырубка хорошая, и фигурки очень крутые, интересные. Но я бы советовала там, может, еще что-то положить. Но так приняла больше, пока я, по-моему, ничего не приняла. Вот мне, кстати, Настя, по-моему, Романова присылала. Да, вот такая маленькая бутылочка с маленькими какими-то посыпушками. Они, по-моему, даже светятся. Но это не важно. Но факт в том, что больше и не надо посыпух. Вот на одну работу, чтобы хватило, и то там на одну страничку какую-то чуть-чуть. И хватит. Человеку, чтобы попробовать какой-то новый материал. Потом, если нужно, он у вас спросит, где вы это взяли, и найдет, и купит себе, да. Вот в этом смысл. Смысл в том, чтобы что-нибудь интересное отправить. Чтобы человек сидел и разбирал, и как удивлялся, как бы здорово это все сюда сложили. Вот разные какие-то пуговки, да. Ну, я думаю, вам понятно. Надо просто посидеть и головой подумать. Если у вас особо чего-то нет, ну, попробуйте сделать своими руками. Например, сделать цветочки ручной работы какие-то интересные, да. Вырубку, опять же, какую-то посидеть, поискать. Я вам на это дала больше 10 дней. Вы можете походить по окружающим магазинам, каким-то швейным, и поискать вот такие вот штучки, да. Вот, порыться в своих каких-то вот этих вот фигурках. Вот смотрите, какой маленький ангелочек. Ну, прелесть же. Очень-очень милый. Вот, короче, сейчас я еще, наверное, вот эти вот штучки тоже редко встретишь с какими-то буквами. Можно выбрать какое-то универсальное слово типа love и отправить его, да. Вот, не надо накладывать одинаковую кучу. Надеюсь, что я до вас донесла мысль. Вот, сейчас я, наверное, соберу какую-то коробочку, все-таки выйду в прямой эфир. А то там меня заваливают этими посылками, фотографиями. А я все критикую, критикую. А мне говорят, ну, покажи. Я говорю, ну, вот сегодня, ну, подождите вы денечек. Я вот завтра-завтра, я только вчера пост выложила, говорю, ну, подождите денек, пожалуйста. У меня нет сегодня времени. Я вам покажу. Нет, уже быстрее, быстрее. А что? А что можно еще отправить? Ну, такие увлекающие. Ну, я ничего, я не сильно жалуюсь, но мне просто удивляют люди, да. Вот. Вот такие штучки. Вот у меня одна эта штучка, от чего я пошла идея этого проекта. Что у меня есть вот такая вот коробочка, на столе, в которую я вот у меня остался, брат, люверс. Мне лень его складывать, вот. Опять же, вот эти люверсы с Алиэкспресс, еще с цветными шляпками. Ну, они дурацкие, они ни у кого не устанавливаются. Не надо людям их отправлять, чтобы они у людей лежали, да, просто так. Ой. Короче, ну, головную боль я себе придумала. Так, часть для влога. Раз не могу сейчас вам показывать, я говорю, вот это готовый. Так, тут у меня завалена работа. Делаю я до мускари. Сейчас проект, да. Я снимаю мастер-класс. Не знаю, как получится у меня. Нет, что-то я всегда во время съемки сомневаюсь. А будет ли там понятно? Я думаю, ну ладно, не будет понятно, удалю. Вот, ну, посмотрю потом на монтаже. Вот. И села я делать чипборд. У меня еще села работать с чипом, да. Но тут такая яркая коллекция, хочется красок. Просто натуральный чип вряд ли подойдет. Я сначала попробовала чип просто подушечками покрыть, да, пудрами разноцветными как-то. Ну, это долго покрывать. Вот. Я попробовала подушками, но они впитываются. И как бы не глянцевая получается коллекция, мне кажется, такая допускает, да. Тут вот пятна. Пятна краски, брызги. Вот это все из баллончиков. Краффити по типу, да. Ну, с вами граффити, мне кажется, тут не особо много. Но тем не менее. Вот. Такой тоже может вариант. А вот эти вот части я покрыла вороным крылом. Кракелерный лак, да. И попробовала, мне кажется, где-то я видела или мне кто-то рассказывал, что можно алкоголиками чип покрывать. Ну, естественно, их просто так не покроешь. Если просто так покрывать, оно просто будет точно так же впитываться. Я покрыла чип пудрой прозрачной. И тогда только вот алкогольниками побрызгала. Ну, как побрызгала? Покапала. Конечно, слишком пятнисто. Зря я все цвета здесь смешала. Ну, буду опытная, да. Вот, видно разводы именно как от алкоголиков идет. Пятны. Ну, это тоже у меня в дело все пойдет. Это видно. Ну, а теперь я сижу, потому что здесь, когда пудра прозрачная, она, когда на чипе запекаешь прозрачную пудру, и она намокает. Получается эффект мокрого чипа, да. Эффект мокрого как по картону, да. Чип становится темнее, чем он был. Хоть у мускари очень светлый чип, но из-за пудры он становится темнее. На таком темно-желтоватом фоне уже яркие цвета, но не так видны. Все-таки алкоголики у них фишка, что они немножко прозрачные, да. Вот, поэтому вот сижу, покрываю акриловой краской. Не знаю, еще не попробовала с акриловой краской, но я не думаю, не должно быть проблем. Я точно так же сейчас покрою пудрой и сверху. Мне кажется, сверху на акрил вряд ли будут акрилики, хотя я когда начну, я немножко попробую. Вот, но тем не менее, мне кажется, это вряд ли сработает. Поэтому вот сижу, делаю такие дела, процессы у меня небольшие. Эфир провела сегодня по, не помню, говорила во влоге или нет, по обмену, да. Вроде девочки поняли, уже начали мне посылки следующие приходить почти все отличные. Вот уже у меня человек 6 утверждено, принятые посылки, прям из них, наверное, 4 человека с первого раза. Ну, то есть, сразу я как дала понять девочкам, что именно я имею в виду, рассказала, кому интересно. Эфир он сохранен у меня в профиле в Инстаграм. Даже, по-моему, на главный, ну, в самом профиле видно его. Вот, поэтому можете зайти, посмотреть. Я там показывала, какие материалы мне, ну, вот как тут небольшая зарисовка, только я там побольше, конечно, материалов достала разных. Вот, и показывала. Вообще, на самом деле, пока доставала, какие можно материалы в этот, да, по посылку положить. Вот, столько интересного нашла у себя, я столько забыла, какие-то мне там таблички прозрачные, бусинки с надписями, еще что-то такое, братцы какие-то интересные. Вообще, у меня самой, мне было в кайф это все найти, потому что реально я, ну, лично я, пишите, как у вас, но я забываю, какие у меня есть материалы, особенно вот такие вот мелочушки, да. И это прям очень полезно, периодически перебирать это все дело. Вот, так что, не знаю, мне кажется, конечно, я половину народу сейчас напугала, наворчала там на всех. Ну, обменяемся там 10 человеками, ну и отлично, да, зато будут посылки крутые, интересные и действительно с душой. Потому что, я еще раз говорю, мы это делаем не для того, чтобы получить материалы, а для того, чтобы получить какой-то заряд энергии, эмоций, такой киндер-сюрприз, да. Не охота же, чтобы в киндер-сюрпризе был реальный белок и реальное яйцо, да. Вот. Короче, я сижу этим делом занимаюсь, надо сейчас еще снять кусочек туда. А может, я вот сейчас этот кусочек и сниму в мастер-класс, да. Ну, я потом озвучу сверху его, потому что что-то особо я акрилом просто покрываю кисточкой. Можно, правда, несколько слоев, но мне уже лень, мне хочется уже быстрее. Не очень я люблю этот процесс подготовки декора. Не, я вырубку-то для себя не очень люблю рубить, да. Мне хочется сразу сесть уже и делать. Вот. Это прям надо поймать настроение для декора. А вот такое, что-то сидеть сильно подготавливать декор, прям мне очень всегда лень. Вот этот я еще борд сейчас крашу, но мне кажется, надо сейчас еще, я там больше подготовила, раз уж краски достала. Надо побольше сделать. Чип, конечно, очень крутой у мускари. Такой плотный. Такой он разный, дизайны завораживают. Прям жалко, что мне вот прислали так много к этой коллекции, потому что коллекцию-то я сейчас поработаю и все, а чип с ней останется. Конечно, он может и в других наборах применяться, но в основном это какой-то андеграундный такой стиль. Вот. Я, короче, теперь буду поклониться чипа от мускари. Так. Вот, покрашу это сейчас все дело, потом буду развлекаться алкоголиками. Не знаю, мне кажется, конечно, так расход большой алкогольных чернил, потому что-то я не дую феном, я тут как капаю вот так. Может быть, надо, конечно, феном дуть. Мне кажется, может, тут не перетекает. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok